Немножко про современную медицину, которую я хорошо знаю и она развивается вместе со мной, скажем так. Потому что почти все, что последнее есть, я был свидетелем тому, как оно началось. Ну, применяться, по крайней мере. Начал я работать в 92-м, 93-м году. УЗИ еще кое-как могли кому-нибудь сделать. И то по знакомству. КТ, МРТ не слышал. Первый раз услышал на 5-м или на 6-м курсе института. В 99-м, что ли, году. Это совсем недавно было. Ну, по большому счету. У нас не одногруппник, сосед по общежитию, парень подрался. И мы думали, что у него сломана шея, ему сделали рентген. Да, сломано. Мы, проходя курс нейрохирургии, мы слышали уже про КТ, МРТ. Сказали, давайте мы сделаем КТ, МРТ. Их всего 4 в Санкт-Петербурге. Они в институтах, и там все забито уже на 3 года. Сегодня вы любой садитесь на маршрутку, едете в ЦРБ и за 3,500 делаете любую часть тела. Все. Это вот только что произошло. Если чуть глубже копнуть, все, что сегодня применяется. Вот эту медицину, которая сегодня, ее называют почему-то классической. Классическая, традиционная. Да она никакая, не традиционная и не классическая. Традиционная медицина, это старые медицины. Вот говорят, что остеопатия, это новая медицина. Но есть 150 лет. Она традиционная. Потому что за 150 лет, со времен Эндрю Тейлор Стилла в Америке, ничего не изменилось у него и у остеопатов. Как пользовались руками, умом и сердцем, так и пользуются. Развилась фармакология сильно. Ее раньше столько не было. У вас, кто постарше, сколько в детстве аптек было в районе? Сколько? Одна. Ну, какая-нибудь центральная, дежурная. Сейчас они через дом. Просто через дом. Современная хирургия, она не имеет отношения к классической хирургии. Где все делалось большими разрезами и все их правила описаны как где гной, там разрез. Основные правила хирургии заложены в Средневековье. Никто из вас не хочет сейчас так лечиться, как в Средневековье. Никто не хочет прижечь раскаленным металлом глаз. Или пустить кровь где-нибудь, пару кружечек. А то как-то не очень себя чувствует. Никто уже так не хочет делать. Она высокотехнологичная. Соответственно, она использует все современные методы исследования физики, электроники, химии. Вот эта медицина сегодняшняя. Но она нетрадиционная, во-первых, и не классическая. Ну, как в музыке. Как может быть Рамштайн классической музыкой? Это не классическая музыка. Это какой-то технотрэш. Так технотрэш и сегодняшняя медицина. Продолжение следует...